Мы часто снимаем сюжеты по звонкам телезрителей. Вопросы, с которыми обращаются жители, самые разные. Это и жилищно-коммунальное хозяйство, состояние дорог, доступная среда и многое другое. В новой рубрике «По адресу» наши корреспонденты попытаются помочь жителям в решении конкретных проблем. Тамара Павловна Матвеева обратилась в редакцию телеканала с жалобой. Около ее дома построили продуктовый магазин. Площадка перед ним постоянно заставлена машинами. Из-за этого перекрыт проход к подъезду. В доме проживают много пожилых людей. И такая ситуация заставляет преодолевать препятствия на пути. А среди них есть инвалиды. Отправляемся по адресу. Советский проезд. Дом 15. Дом 15 по советскому проезду расположен в окружении магазинов. Теперь появился еще один, который предлагает фермерскую продукцию. Торговая точка находится по соседству с пешеходной дорожкой, ведущей к подъезду, да и к самому дому. Для жителей это стало большим неудобством. Вот здесь проход к дому совсем перекрыт. Я про первый этаж вообще молчу, что там нету вообще просвета людям. Мы, в общем-то, не знаем, что с этим совсем делать. Все пишут, что это у нас нестационарная точка торговли. Вот это вот. С водопроводом, с электричеством, с канализацией. То есть у них даже не должно быть никакого разрешения в архитектуре, потому что на них ничего нету, они их нету. Тамара Павловна Матвеева – инвалид второй группы. Сегодня ей уже нелегко ходить, но пенсионерка старается регулярно выбираться на улицу, подышать свежим воздухом. Однако передвигаться пожилому человеку сейчас практически невозможно. Около данного магазина постоянно стоят машины. А мы теперь страдаем, инвалиды. Не можем даже пройти, чтобы поликлинику пройти утром. Одни машины и хулиганье. Все машины орут, орут. А как нам отдыхать? То есть шум, как бы ладно, мы смирились, мы живем на перекрестке. Но почему у нас еще дополнительные шумы? Жара была, у меня окна на эту сторону. Я с закрытыми окнами живу постоянно. То есть только не дышим, только кондиционером. Жители рассказали о том, что возле их дома было огромное количество мусора. Владельцы магазинов, не имея собственного контейнера, выбрасывали отходы в контейнеры дома номер 15. Людям пришлось обратиться в прокуратуру. Носила прокуратура заявление. Я показывала эти фотографии. Они стали после этого убирать. То есть убрали тут же туалет и начали вывозить помойку больше, чем два раза в неделю. То есть суббота-воскресенье вонь стояла. Все это разлеталось у нас на деревьях. До сих пор пакеты висят. То есть вот эти четыре магазина и помойка практически только наша. На встречу с жителями приехал Роман Харланов, заместитель начальника управления по экономике и потребительскому рынку администрации Ленинского района, чтобы разобраться в ситуации. Нестационарная точка и без коммуникации. Вы видите здесь другую точку? Нет, дело в том, что... Дело в том, что к нестационарным торговым объектам в случае возможности подключения подключается... Естественно, были учтены все рекомендации и как министерства, так и российского законодательства по размещению данных нестационарных объектов. Это действительно нестационарный объект, который не связан крепко с землей. То есть он был установлен на данную площадку, привезен единовременно, там за один день поставлен, смонтирован. И по истечении договора ничто не мешает данный павильон убрать. Также Роман Харланов объяснил, что благоустройство прилегающей территории возле магазина еще не закончено. В настоящее время, поскольку магазин открылся только недавно, работы по благоустройству территории еще не закончили. В ближайшее время они будут завершены. Планируется освещение по периметру, планируется установка видеокамер для обеспечения мер безопасности. Также с жителями поговорили, например, о том, чтобы предприниматель взял на себя затраты по установке камеры видеонаблюдения на входе в жилой дом по советскому проезду 15. Переговоры с предпринимателем мы поговорили. Я думаю, что это будет хорошее дополнение к тем мерам безопасности, которые сегодня принимаются на территории Ленинского района. Роман Харланов уверил, жителей эта территория будет взята под контроль районной администрации. И в ближайшее время здесь будет сделано все для удобства и безопасности жителей.